Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Бытия. И сегодня мы будем вместе с вами, дорогие друзья, читать 45 главу этой книги. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. Мы расстались с Иосифом, когда он беседовал со своим братом Иудой. Точнее, Иуда буквально наступал на него. И Иуда такими своими действиями, очень резкими словами своими, он показал, что он исправился. Через все эти испытания, которым его подверг Иосиф, он стяжал братолюбие. Теперь не было смысла для Иосифа скрывать, кто он такой. То есть он не мстил своим братьям. А всеми вот этими сложностями, которые он создавал для них, он искал для них исправление. «И громко зарыдал он, он открылся братьям своим», но здесь есть некая проблема. Значит, первый стих говорит «открылся братьям своим», но только третий стих говорит о том, что он им сказал. Поэтому вот эти слова «открылся братьям своим», то есть «приоткрыл некую тайну своего происхождения». Это могло заключаться в каких-то действиях, или он показал им, что он действительно тот, кто он есть, каким-то необычным образом. То есть некая сложность в этом тексте есть. Громко зарыдал он, второй стих, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим «они Иосиф, я Иосиф». «Жив ли еще отец мой, но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним». Некогда подобное смущение переживет весь еврейский народ, когда им будет открыто, что тот, кого они распяли под видом плотника из Назарета, есть истинный Мессия Израиля и Спаситель всего мира. «И здесь они крайне смутились перед ним. В своем сердце каждый из них уже похоронил Иосифа, а он говорит «они Иосиф, я Иосиф». «И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне». Они подошли, он сказал «я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Ну, на самом деле мы знаем, что история с продажей Иосифа была значительно сложнее. Но они имели намерение продать его в Египет, а Бог судит намерение. Поэтому Иосиф имел право так сказать «я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Почему, сказав «я Иосиф», он спешит сразу сказать им, что он их брат? Он хочет сказать им, доказать им, что его братолюбие сохраняется в нем, несмотря ни на что, и в том числе, несмотря на то, что они продали его в Египет. «И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне». То есть он приближает их к себе, как и Христос в последние времена пошлет двух свидетелей верных, пророка Еноха и пророка Илью, чтобы они приблизили еврейский народ к нему. Иосиф продолжает утешать своих братьев и говорит «но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Как учит блаженный Августин, Бог никогда не попускает существование зла в этом мире, если не имеет намерения и само это зло обратить в добро. Далее он говорит «Ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». То есть он сам понимает, что все это было попущено Богом, а Господь имеет намерение проявить заботу о всех верующих в Него. Господь может попускать нам, верующим, входить в конфликт друг со другом. Иногда такие конфликты могут возникать между отдельными приходами, епархиями или даже поместными православными церквами. Но это не значит, что в глазах Бога мы перестали быть теми, кем мы являемся. Господь все делает для того, чтобы позаботиться о нас всех. И Иосиф продолжает свою речь «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Далее он говорит с некой поспешностью, это видно в словах. «Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедли». То есть это надо было сделать скорее, без промедления, потому что Иосиф, он опасается за жизнь своего отца, ведь его отец очень пожилой человек. И он просит передать отцу, ты будешь жить в земле Гесем и будешь близь меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, сыны сынов – это внуки, и мелкий и крупный скот твой, и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами». То есть теперь без всяких переводчиков он общается с ними. Он общается с ними на родном языке, и это очень достоверно. И они видят, что он говорит на этом языке очень легко. Это его родной язык. «И скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». Слава Христа некогда состоялась в языческих странах, символом которых здесь и является Египет. Ибо Израиль не принял Христа, но апостолы пошли проповедовать по всему миру, и Римская империя оказалась уловленной в сети евангельского благовествования. Христос не будет мстить тем, которые раскаются в самый последний момент. И мы читаем о действиях Иосифа, 14 стих. «И пал он на шею Вениамину, брату своему, брату и по отцу, и по матери, и плакал, и Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их». Потом говорили с ним братья его. О чем вот эта фраза? Потом говорили с ним братья его. То есть весь этот момент они пребывали в оцепенении. Вот все время, пока он говорил, они в оцепенении. И когда он заключает их в объятия, каждого в отдельности, вот здесь они как бы оживают и начинают говорить. И апостол Павел пишет, что возвращение еврейского народа ко Христу это будет как воскресение из смерти. Как воскресение из смерти, когда через проповедь пророка Ильи они вернутся ко Христу во дне Антихриста, и Христос благодатью Своею заключит их в объятия Отчия. 16 стих. «Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его». А почему им было приятно? Они узнали, что Иосиф – это не просто какой-то там раб, какой-то человек безродословный. Они узнали, что у него есть большая семья, которая пользуется уважением в Ханаане. И они лишний раз убедились, что то, что они его так возвысили, это было не без основания. «И сказал фараон Иосифу, скажи братьям твоим, вот что сделайте, навьющьте скот ваш и ступайте в землю хананскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне, я дам вам лучшие в земле египетской, и вы будете есть туг земли». Почему фараон дает такой приказ? Он узнал, что Иосиф примирился с своей семьей, и у него, может быть, возникло опасение, что Иосиф может вернуться к себе, к своей семье, к своим домашним. А этот верующий человек стал благословением для всего Египта, и фараон готов переселить всю семью Иосифа в Египет, дать им лучшую землю, только чтобы Иосиф оставался бы благословением и дальше для всего Мицераима, для всего Египта. Фараон говорит, «Тебе же повелеваю сказать им, то есть своим братьям, сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего и придите». Привезите отца вашего в Египет и придите, то есть придите ко мне, и не жалейте вещей ваших, то есть не надо брать с собой все, а вас здесь позаботятся, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам. Так и сделали сыны Израилевы, и дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас, каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 сребреников и 5 перемен одежд. На самом деле, если говорить о колесницах, то в еврейском народе они появятся очень поздно, и коней в этой земле не видели. Поэтому мы можем со всей уверенностью сказать, что когда на конях колесницы прибыли с братьями Иосифа в Ханаан, это было потрясение для всей земли Ханаана, потому что они там ездили на ослах, на мулах. «Также и отцу своему послал десять ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и десять ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь». Существует такое очень древнее объяснение о том, что вот он выбрал подарки для отца не случайно. Это связано с тем, что последний урок закона Божия, который Иосиф услышал от своего отца, это все касалось вот этих вопросов, связанных с зерном, хлебом, припасами, и как все это сохранять в пути, чтобы это оставалось бы кошерным, то есть чистым. Потому что отец мог не поверить словам своих сыновей, но когда он увидел вот этот подарок, и тогда он смог вспомнить последнее наставление, которое он давал Иосифу, Иосифу, сыну своему, и убедиться в том, что сын его не забыл те уроки, которые отец преподавал ему. «И отпустил братьев своих, и они пошли, Иосиф отпускает их из Египта, и сказал им, не ссорьтесь на дороге». Почему он так говорит? Потому что совершенно очевидно, сейчас они начнут выяснять, а кто из них больше виноват. Когда происходит примирение между христианами, между приходами, епархиями, поместными церквами, выяснять, кто виноват, а кто нет, нет никакого смысла. Господь иногда попускает нам какие-то разногласия, но он не попускал бы этого нам, если бы не имел намерения и это все обратить нам во благо. «И пошли они из Египта и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему. И известили его, сказав, Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетской, но сердце его смутилось, ибо он не верил им». Это было настолько невероятно, как для современных иудеев, невероятно поверить в то, что тот плотник из Назарета, которого они распяли, это истинный царь Израиля, Мессия. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их. Вот когда он увидел этот подарок, он что-то вспомнил, что было связано с его последним наставлением сыну, потому что сыновья тоже приехали на колесницах, он уже видел колесницы. А тут он увидел подарок Иосифа, который был подобран так, чтобы напомнить Якову последний урок, который он проводил с своим сыном. И сказал Израиль довольна. Теперь он убедился. Еще жив сын мой Иосиф. Почему он говорит? Еще жив сын мой Иосиф. Если он не забыл уроки отца, если он не забыл наставления отца, то, как отец преподавал ему закон Божий, он жив, прежде всего, духом, пойду и увижу его, то есть живого в плоти, пока не умру, пока сам не покину свое тело. Итак, сегодня мы окончили изучение 45-й главы. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз будем читать 46-ю главу. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых передачах. Спасибо вас, Христос! Субтитры сделал DimaTorzok